Добрый вечер. Кажется, скандально мы прошли. Ну и там в этом скандальном фрагменте, так же, как и в предыдущем. То есть там то, что пытаются показать, у нас был вопрос, я напомню, вопрос, что происходит, когда осуществляется кедушин с помощью полового акта. Это Ирусин или это Несуин. Ирусин – помолвка, Несуин уже замужество. Как правило, они разнесены. Есть Ирусин, и примерно год девушка живет в доме отца, готовясь к свадьбе, потом кедушин. И вот этот вопрос, вопрос, касающийся как раз и в каком смысле только у нас не задавался этот вопрос, когда речь шла о осуществлении кедушин с помощью денег или с помощью документов. А вот с помощью полового акта задаются вопросы, и, в общем, это вполне понятно, да, то есть не исключено, что половый акт – это в каком смысле соединение того и другого, то есть в каком смысле схлопывается Несуина Кедушина, нет уже этого годичного пребывания девушки в доме отца. Сразу можно было бы предположить, что кедушина осуществляется сразу. И нам привели две барайты, каждый из которых слово «беах» и слово «нисет», «нисет» – это Несуин, разнесены. То есть, говорится, в первой части барайты одно, а во второй части, говорится, другое. И на этом основании пытались сказать, что все-таки и с помощью полового акта тоже осуществляется некий дуршин, в смысле не Несуин, а Ирусин, то есть помолвка. Но это доказательство было отвергнуто, как вы помните, да, значит, там было сказано «катаной», там и мы могли бы это сказать, да, «нисуин де Коэннингу», о Хелед де Трума. То есть, в последней барайте есть различия, да, первая часть барайты говорит просто о девушке трехлетней, а вторая часть барайты говорит о том, что если она вышла замуж Несет, то есть стала женой Каэна, то она может есть Труму, то есть ей полагается то, что, собственно говоря, семья крайне употребляет в пищу, несмотря на то, что ей три года. И поэтому из этой барайты, несмотря на то, что вначале говорилось про половой акт, вроде бы происходит смена темы, и поэтому из этой барайты вывести вот это положение, что половой акт – это непременно помолвка, невозможно. Это все мы в прошлый раз прочитали, я просто на всякий случай напомнил, вот этот кусочек, да. И вот объяснение, Емара не согласна, Ахи Каэмар, возможно, что имеется в виду Мишна, когда говорит, если вышла замуж, это Несуин, который делается при помощи близости, совершенный с Каэномболом, тогда она может сразу есть Труму. То есть два доказательства, что близость делает Ирусин отвергнутый, и Емара приводит доказательства того, что близость делает Несуин. То есть теперь вроде бы, да, после того, как доказать, что половой акт является лишь помолвкой, а не полным замужеством, отвергнутые два доказательства, две барайты, и теперь вроде бы Емара пробует доказать противоположный. Ну, давайте посмотрим, как это происходит. Ташма, иди и слушай. Это стандартный оператор такой в Талмуде, иди и слушай. И, может быть, здесь можно два слова сказать по поводу, в принципе, этих операторов и, возможно, самой толмудической культуры. У нас есть два медиума, собственно говоря. Один медиум слушания и медиум смотрения. Можно было бы сказать, боур-э. И такого рода формула тоже существует. Иди и посмотри. То есть иди и слушай о рамейском, или иди и посмотри. И здесь возникает любопытно, если присмотреться как бы к вот этим двум медиумам, как они используются в толмудической литературе, то мы увидим, что слушание, оно оказывается на порядок более частотным, чем зрительное восприятие. Видите, это вообще не имеет отношения ни к чему, да, это имеет отношение только к операторам, которые используют толмуд. И несмотря на то, что, например, существует такое понятие, как реая, которое говорит о доказательстве, доказать можно, когда ты видишь. Тем не менее, сама лоха или традиция, она называется шматта, то есть это то глагол алишмо, а то, что передается на слух. Здесь на этом основании можно было бы, наверное, довольно много спекуляций построить относительно разницы между греческой культурой и толмудической культурой. В греческой культуре как раз зрение является основополагающим. У нас есть даже понятие умозрения или слово теория, оно связано со зрением Теоса, в смысле, так же, как театр, да, это место, где созерцают. И у Аристотеля созерцательная жизнь является высшей вершиной, которую может достичь человек. Ну, это просто я в скобках по поводу вот этих самых операторов хотел сказать, что Ташма встречается на порядок чаще, чем Бу-Ур-Эк. Да, привет от Аверинцева, и не только от Аверинцева. Многие, на самом деле, писали об этом, да, что есть такое различие. Но вот это различие можно найти не только исходя из каких-то концептуальных фрагментов, где просто говорится об этом, да, а просто из слова употребления. Слово употребления указывает на гораздо большую важность слышания, нежели видения. Ну, это скобки мы закроем и посмотрим, что нам предлагают послушать. Послушать нам предлагают, как всегда, Барайту, где говорится следующее. То есть, вот, послал однажды Йоханан бен Бакбак, раби Иуде бен Бтейре, в Ницивин, Ницивин, это место, да. И он говорит. То есть, он ему послал телеграмму или смс, да. Я слышал у тебя, что с твоей точки зрения помолвленная девушка, если девушка помолвлена Таэном, то она ухэлит бетрума. Что это означает? Это означает, в частности, то, что она уже считается его женой. Один из выводов, который можно сделать. Если она уже является его женой, то возникает вопрос, она каким образом помолвлена. То есть, например, если она помолвлена, мы говорим, что помолвка может произойти одним из трех способов, в том числе один из этих способов – половой акт, и тогда получается, что половой акт, но, возможно, и любые другие способы. На самом деле, сразу же делают ее замужней. Ну, видите, здесь есть добавление от переводчика. Смотрел вы этот точность переводраж или нет. Нет, это добавление не в точности цитирования раньше, но давайте его почитаем. Тори сказано о Трумея в доме Каэна. Если Каэн приобретет себе человека денежным приобретением, то, может, ее есть. Ну, перевод такой, что не поймешь, да, этот пасук перевели. Имеется в виду, что все, что, если Каэн приобретает раба, раб становится, в каком смысле, членом его семьи, и, в принципе, он может тоже есть Труму, хотя Трума – это приношение именно Каэну, и там есть особые правила, да, для того, чтобы есть Труму, нужно быть ритуально чистым, например, и так далее. Тем не менее, вот, раб или рабыня Каэна, они тоже едят Труму, поскольку они являются как бы собственностью Каэны. Тем более, это верно для приобретенной, посвященной им жены, об этом ниже как раз, да, сейчас мы видим, Гемара сообщает, что, по мнению Йоханана бен Багбага, Аруса, дочь простого еврея, не может есть Труму, поскольку она не полное денежное приобретение, но может ее есть после несуимых, в то время как раби Юлда Бен Птера считает, что Тора разрешает Арусе есть Труму, а мудрецы запрещают. То есть нам переводчик на основе тех или иных комментариев, да, постарался прояснить, о чем здесь идет речь, и почему этот самый бен Багбаг с таким как бы, с подколкой определенной, да, посылает такое СМС, или такой телеграмм, да, он говорит, слышал я тебе, что ты считаешь, что, значит, промолвленная девушка может есть Труму. Ну, отсюда слышится, что он сам считает иначе, да, и поэтому, собственно говоря, вот нам предлагают такой переводчик нам предлагает сразу экспозицию вот этих взаимоотношений между Йохананом бен Багбагом и раби Юдой Бен Птерой. Да, Илья. Очень методологическое. Мы знаем, что вот то, что выделено Жирным, то это, собственно, слова из Талмуда, а все остальное это кем-то добавлено. Вот здесь вот такая большой, я не знаю, это Небарай, это, наверное, не понял, кто это добавил, вот этот в Торе сказанный, вот этот весь абзац, это Раши, либо это еще более поздний переводчик? Нет, вот я как раз посмотрел, я думал, что как правило, как правило, в этом издании, неважно, о каком трактате идет речь, по-видимому, было взято за основу такое как бы решение, что мы идем по комментарию Раши и приводим как бы вот это все, что набрано нежирным шрифтом, это вроде бы по умолчанию комментарий Раши. В данном случае нет. Я как раз посмотрел, в данном случае это некая экспозиция, с помощью которой нам переводчик пытается прояснить суть дела, чтобы мы не терялись, потому что что вдруг-то. То есть он не только комментарий дает, но еще и ссылку на Тору, из какого места он это сам приводит, то есть он сам себя проясняет. Нет, нет, я думаю, что это не он сам, то есть я просто сейчас не вижу, какого комментатора именно приводит, но скорее всего, поскольку это издание, то есть есть разные подходы как бы к изданию Талмуда, вот мы когда делали Агаду в Талмуде, то мы предлагали свои собственные комментарии. А вот это издание, оно выдержано в духе строгости традиций, и так я сформулирую это, где переводчики, не берут на себя смелость, есть масса авторитетов, и поэтому кто я такой, дескать, чтобы что-то объяснять. Поэтому, конечно, хорошо было бы, если бы они писали, кроме всего прочего, откуда это взят, и какой авторитет это привел, но я больше чем уверен, что это не вставка самого переводчика, или, не знаю, группы переводчиков, или редактора, а некий комментарий, который взят у одного из комментаторов, который как раз и говорит, что в Торе сказано о Труме, в Дон-Каэн, и так далее. Ну, может быть, конечно, я и ошибаюсь, но я уверен в этом на 90% примерно, потому что так было заявлено, насколько я знаю, из каких-то устных бесед, что вот это издание, оно такое, ну, как бы, без самодеятельности, так скажем. Поэтому это, скорее всего, значит, некая парафраза какого-то комментария, или перевод какого-то комментария, который помогает нам разобраться, о чем идет речь. Потому что так, вроде бы, это никак не связано с нами, с нашим вопросом. Вопрос у нас же был какой? Что делает половая акта? Помолвка или это женитьба, а не суим? Ну, я тоже это, собственно говоря, и сказал, что вот вопрос про вот эту самую девушку помолвленную, если она ест трубу, то это может свидетельствовать о том, что она уже как бы совсем жена. Ну, сейчас мы увидим, да, то есть вокруг этого будет довольно длинный и не очень простой с точки зрения как бы нюансов разговора, видимо, поэтому вот нам привели такое введение, чтобы мы сориентировали, значит, Юханан бен Бакбак считает, что она не может есть, она может есть только после Несуи, Раби Иуда Бен Тейра говорит, что не может, в том числе, возможно, потому что он считает, что это уже Несуи, но этого мы пока не знаем, пока это ничего не не знаем. Шалахло Раби Иуда Бен Тейра ему в ответ посылает тоже СМС или телеграмму такое «Ва-та-а-е-та-у-мэр-ке» «А ты что, так не считаешь?» И дальше он тоже начинает прикалывать его «Ну, заканебе хаша, а табаки бе-хадрей-тура» Мне известно, что ты очень опытный буквально в комнатах Торы, очень опытный в Торе. Ледрожбе Кальва Хомер Ятаю Деа Вот ты такой опытный специалист, разбирающийся здесь переменю, разбирающийся в тонкостях Торы, буквально входящий опытный в разных комнатах Торы. И что же ты не способен сделать вывод на основе простого известного метода, который называется Кальва Хомер Кальва Хомер от более легкого и более сложного наш знаменитый силогизм. И что же это за силогизм, который он говорит, что можно сделать? И он предлагает такой вот Кальва Хомер. Он говорит, ну давайте сравним это с ханаанской рабыней. У нас было сравнение, помните, с рабыней еврейской церкви, с ханаанской рабыней. Вот эту самую ханаанскую рабыню. Если Кальвен берет себе в качестве служанки, то он с помощью денег покупает. Вот он купил рабыню и эти деньги получается, если буквально они ее кормят трумой, то есть возношение. для этого, собственно говоря, эта предварительная экспозиция была нам приведена, что все, что Кальвен приобрел, имеется ввиду раба или рабыню, они едят это самое, едят труму, едят это возношение. А если он, например, овладеет ханаанской рабыней, ну помимо того, что это может быть запрещено, и может быть как-то наказано и так далее, но в любом случае, если он этой ханаанской рабыней овладеет, прежде чем можно по-разному конечно овладеть, можно сделать игью, освободить ее, она уже будет не рабыня, не жениться и так далее, но имеется ввиду не это, имеется ввиду, что он просто ей овладел. Вот если Каэн овладел этой ханаанской рабыней, то тем самым не его рабыней, она не принадлежит ему, а просто овладел некой ханаанской рабыней, или не рабыней, а просто ханаанской женщиной, то она не может есть труму. Если он ее с помощью денег приобрел, то она может есть труму. Тогда получается, что в каком смысле деньги более весомая история с точки зрения в контексте этой ханаанской женщины, более весомая история, чем полный акт. И поэтому можно сделать вывод и относительно еврейской девушки. А еврейская девушка, что если Каэн ее овладеет, то она точно ест труму, но тогда с помощью денег, тем более она должна есть труму. И что мы отсюда помимо их спора, то есть их спор приводится Талмудом в контексте вот этого разбирательства, что делает половой акт. Половой акт это женитьба или половой акт это промолвка. А Бен Бак-Бак и Уда Бен Тейра, они спорят совсем про другое. То есть у них в принципе их спор касается вот этой самой девушки помолвленной. Может она есть труму или может она есть труму. и каким образом проецируется та тема, которую разбирает Талмуд на этот спор или точнее каким образом этот спор может помочь нам прояснить ту тему, которую Талмуд разбирает, это не совсем понятно. Я поначалу предположил, например они могли бы считать так, что Бен Бак-Бак считает, что например половой акт это только ирусин, то есть только помолвка, поэтому она не может есть труму. Аравия Уда Бентейра считает, что можно есть трума и возможно тогда он считает, что половой акт осуществляет не суин, то есть окончательную жениху. Но на самом деле это необязательно, то есть это можно было бы так предположить, но не обязательно так предполагать, потому что мы не знаем о каком Ирусине говорит Нем Бак-Бак Иуда Бентейра, может быть они говорят о Ирусине с помощью денег или с помощью документов. И вот после того, как Иуда Бентейра ссылает свою телеграмму и говорит, что можно было бы сделать вот этот самый вывод Кальва Хомер для нас чуть больше проясняется вот этот аспект, как он проясняется. Он говорит, Иуда Бентейра говорит, как можно сделать Кальва Хомер. Кальва Хомер можно сделать так, сопоставив вот эту ханаанскую рабыню с ханаанскую женщину, точнее даже ханаанскую женщину с еврейской девушкой. Ханаанская девушка и еврейская девушка. Ханаанскую девушку насколько угодно может так сказать насколько угодно половых актов может произвести с ней. Это ничего не изменит. Но если он ее покупает, то она ест трубу. Покупает как рабыня. А еврейская девушка и с ней ситуация другая. Как говорит Немуд Бентейр, он говорит что, что если уж вот эта девушка, ее понятно, что если ей обладевает Каэн, то она должна есть трубу. Теперь мы видим, что главный акт он считает более весомым чем деньги. То есть у хананской рабыни деньги более весомые, чем головой акт. А у еврейской девушки все наоборот. Половая более весомая. Тогда он говорит, что раз она с помощью полового акта ест трубу, тогда и с помощью денег тем более, потому что эту с помощью полового акта вообще не может, а с помощью полового акта сразу ест трубу. Значит тогда и с помощью денег, тем более она должна есть, раз с помощью денег можно заставить ей струму, даже ту, которую с помощью полового акта не заставишь ей струму. Надеюсь, что теперь это как бы понятно. И вот в этой телеграмме мы видим что? Мы видим то, что с его точки зрения половой акт является в каком-то смысле женитьбы, потому что иначе невозможно. Мы говорим, что ну хорошо, вот значит тогда и с помощью денег то есть даже в тот момент если говорить об их споре если говорить об их споре, то получается следующее, что как бы не было заключено как бы не была заключена помолвка с помощью денег, с помощью документа хотя документ здесь не упомянут все равно она ест тромбу. Почему? Потому что если бы он совершил половак с ней, то она бы точно ела тромбу. Сравни с хананейской женщиной которая значит половак ни к чему не приведет а тем не менее с помощью денег она вот ест такой он построил кальвахомер то есть вот такое сопоставление между хананской женщиной и девушкой и еврейской девушкой. Естественно, что мы могли бы сказать, что ну подожди как же ты строишь вот этот самый силогизм кальвахомер когда возможно речь идет о совершенно разных вещах то есть одно дело приобретение рабыни другое дело женитьба и почему деньги можно сравнивать те деньги можно сравнивать с этими деньгами то есть там деньги являются они приобретением или не являются они приобретением но мы собственно говоря когда про деньги говорили мы так и не усвоили то есть является ли кедушин с помощью денег аналогом приобретения То есть то, что что-то общее между тем и этим есть, это вроде бы да, но с другой стороны это неполное тождество. То есть есть и различия между, собственно, актом кедушин и приобретением как таковым. Вы помните, например, по поводу того, что обычно продавец что-то говорит, а не покупатель. А в нас, наоборот, покупатель говорит. Ну и так далее. То есть были выявлены различия между, собственно говоря, этим актом приобретения и кедушин. Тем не менее, раби Иуда бен Птейра, в данном случае, по крайней мере, прикалывая Натана бен Багбага, он говорит ему, что все очень просто, ты мог бы на этом основании сделать правильный вывод. А ты упираешься и считаешь, что это нет. И вот нам пишет переводчик, сказав, что согласно выводу из стиха Торы, Аруса может есть трубу. Например, почему из стиха? Это не стиха на самом деле. Но стих позволяет сказать нам о хананейской девушке, женщине, габыне. И отсюда он делает относительно девушке еврейской. Но дальше он добавляет, согласно переводу, да и согласно Раши. Однако что же я сделаю, если мудрецы говорили, что еврейская девушка не может есть трубу, пока не войдет под свадебный балдахин, под хупу. Вот это замечание, ну, здесь говорится о том, что это замечание делает сам Раби Иуда бен Тейра. Не исключено, что можно прочесть и иначе. То есть это мог бы сказать Йоханан бен Бакбак в ответ на вот эту телеграмму. Он мог бы сказать, ну да, ты прав, действительно можем сделать какое-нибудь такое построение. Но я тебе должен сказать, что у нас есть постановление мудрецов, и поэтому что с этим ничего не поделать. Но, может быть, это не так важно. Кто из них говорит, сам Раби Иуда бен Тейра это добавляет или Йоханан бен Бакбак это добавляет. Потому что если Раби Иуда бен Тейра добавляет, я имею в виду с точки зрения самого этого, самой этой бары, то тогда получается, что он признает, что Бен Бакбак-то, в общем, у него есть основания, да, ему прикалывать. А он говорит, что, ну смотри, есть постановление мудрецов, конечно, но с точки зрения закона, с точки зрения Торы, если бы мы не обращали внимания на это постановление, то, конечно, она должна была есть трубу, а вот мудрецы почему-то запретили, я не знаю почему. Неведомо мне, а вот запретили. Ну хорошо, значит, это мы вроде бы поняли, да, то есть вот этот их диалог, мы поняли. Гейхидами, спрашивает Гимар. Ну, переводчик добавляет, как из этой барайты следует, что близость делает Несуин, ну, мы вроде бы это и так поняли, да, то есть возможно, что вот этот вопрос и Гейхидами, он относится вовсе не к тому, что Гимара объясняет, как из этой барайты следует, что близость делает Несуин, вроде бы и так понятно, да, то есть по сути дела получается, что Рабиуда Бентейра говорит о том, что близость делает Несуин, потому что после полуатка она точно ест рунг. Но, возможно, вопрос несколько иной. И Геймара уточняет. И бы вияжь альядэйкупа, бы кэзэвш альядэйкупа, бы тарвайгу мэйхаль аху. То есть если, на самом деле, когда речь идет про половой акт или про деньги, он же говорит, что если уже половой акт, то деньги тем более. Но когда он говорит про половой акт и про деньги, он что имеет в виду? Какого рода или на каком этапе, собственно говоря, передаются эти деньги и на каком этапе происходит сам половой акт? Давайте проясним. Вот это давайте проясним. Ну и есть вариант. Имеется в виду половой акт вместе с купой или посредством купы. Что это значит? Это значит, что половой акт был совершен не в момент Ирусина, а в момент как раз Несуин, собственно говоря, после купы, после купы, уединения и так далее. И тогда как бы это очевидный случай. И вы кэзэвш альядэйкупа или деньги, которые даны вместе с купой. То есть тогда это и то, и другое, и деньги, и половой акт точно относятся к Несуин, а не к Ирусину. У нас тогда нет, собственно говоря, никакого вопроса. И если Раби Иуда Бентейра говорит вот о таком случае, то тогда понятно, что она может есть трубу и так, и так. Это полноценная жена Куэна, и у нас нет вообще никаких вопросов. И тогда нет как бы, нет смысла строить Кальвахомер здесь. Видите, Кривыч говорит, тогда какой смысл в заключительных словах? Ну что я могу сделать, если мудрецы сказали и так далее? Ну действительно, тогда нет как бы, не о чем, собственно говоря, сожалеть, потому что если речь идет о половом акте или деньгах, которые сопровождают, собственно говоря, Несуин, хупа это и есть, собственно, полноценный Несуин, то тогда говорить не о чем. Значит, надо считать иначе. Ну хорошо, как иначе. Ну хорошо, можно предположить, что он говорит про полноценный акт, который является актом последующим за хупой, а не предшествующим хупе, да, а деньги, нет, деньги, которые даны без хупы. Ну тогда это тоже как бы невозможная история, да. Почему? Ахатарты, то есть он совершил два действия в таком случае. Какие два действия? Он имеется в виду, что осветил ее при помощи денег, а она все еще у руса. Тогда таким образом Рабиуда Бентера учит одно из другого. То есть как он сравнивает эту ситуацию с хананейской девушкой. Потому что если он сравнивает это, имея в виду половой акт, который следует за хупой, то никакого сравнения не получится. Почему не получится сравнение? Потому что он женился просто, да, то есть на хананейской женщине невозможно жениться, невозможно хупа. И поэтому, собственно говоря, нечего сравнивать. А деньги, которые он ей дает, то есть деньги, которые дает он девушке, он должен еще восполнить определенным действием. Каким действием? Ну не суин, вот хупа там и так далее. И тогда нельзя сказать, что хананейская девушка за деньги уже ест трубу, а наша девушка еврейская за деньги еще не ест трубу. Почему она не ест трубу? Потому что она не стала его женой, поэтому она не ест трубу. И апеллировать к половому акту невозможно. То есть он уже апеллировал к половому акту. Как он говорит? Смотрите, хананейскую девушку, сколько бы он не, так сказать, не овладевал ею, она не будет есть трубу. А еврейская девушка, если она владела, не будет есть трубу. Но если еврейская девушка, которой она владела, является, так сказать, девушкой, с которой он стоит под хупой, то тогда, судно говоря, никакой кальвахомер не проходит. Потому что с хананейской девушкой он не может стоять под хупой. И поэтому кальвахомер не работает. Ну хорошо, значит, и этот тоже случай мы отвергаем. Эла, теперь говорит нам Талмуд. Эла лавды вияши лоли дей хупа. Значит, нам остается сказать, что он имеет в виду половой акт, который совершен без хупы. Вехесев шилоли дей хупа. И деньги, которые тоже без хупы. И тогда из кедушин, которые совершены только при помощи близости, можно по принципу, тем более, вывести закон, который разрешает ей есть трубу. Случаи, когда кедушин совершены только при помощи денег. То есть, получается, что единственный случай понять вот этот самый кальвахомер, иуды бенптейры, видите, Талмуд попытался нам сказать, ну давайте разберемся, о какой близости, на каком этапе идет речь. И в итоге получилось, что? Получилось, что речь может идти, кальвахомер может работать, да? Только в том случае, если он говорит о близости, которая предшествует хупе, то есть это не полноценный акт несуин, и о деньгах, которые тоже передаются не в момент несуин, а в момент ирусин. И тогда действительно это работает. Мы, собственно говоря, с самого начала так и поняли вроде бы, да? И вот теперь Талмуд после того, как поиграл с теми вариантами, которые здесь возможны, были бы теоретически, да, в понимании того, что говорит, собственно говоря, раби иуды бенптейра, вот теперь приходит к выводу о том, что, значит, тогда раби иуды бенптейра говорит о половом акте, который предшествует хупе, о деньгах, которые предшествуют хупе, и получается тогда, что с точки зрения раби иуды бенптейра половой акт уже, даже если он без хупы и так далее, он схлопывает ирусину и несуин, то есть он является несуин. Это у нас теперь доказательство, да, того, что половой акт делает несуин, хотя до этого у нас были две барайты, которые говорили о том, что половой акт – это только ирусин, только помолвка. Ну хорошо, но Гемара на этом как бы не успокаивается. И говорит следующее. То есть понятно, что если ты говоришь, что близость целю кедушин делает уже несуин, то есть по сути дела настоящая свадьба, даже без хупы, то тогда для раби иуды бенптейра понятно, да, понятно, что половой акт, он сильнее, чем деньги в случае еврейской девочки. После близости она имеет право есть трубу, в то время как в случае денег, которые не сопровождались кукой, разрешение есть кукой, надо было получить через вывод тем более, да, то есть этот вывод тем более, он на этом строит, и правда потом говорит, что она не есть трубу по восстановлению мудрецов, если она помолвлена с помощью денег. Ну, хорошо. Ну, понятно, да, а если ты говоришь, что на самом деле это не несуин, то есть не полноценный несуин, а только помолвка, которая здесь называется, как раз, кедушин, да, видите, и эла-и, амран кедушинус, да, то есть что близость это только помолвка или кедушин, то тогда, в общем, ничем не отличается кедушин при помощи близости от кедушин при помощи денег, и тогда, собственно, раби и удабым тейра не могут построить этот самый свой кальвоходы. Значит, теперь мы вот пришли к чему после вот этих всех пертурбаций, да, мы пришли к тому, что из, по крайней мере, одно мнение Ромео Дунептейра состоит в том, что половой акт осуществляет этот самый несуин, да, то есть это полноценная свадьба, полноценное замужство. Ну, дальше приводится рассказование Рабина. 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 возвращает нас к другому случаю. Он говорит, нет, на самом деле кальвоходы этого самого раби иуды бен тейры мог бы работать и в другом случае, в каком другом случае. Когда половой акт осуществляется с помощью упы, то есть тогда половой акт не делает несуин, он делает несуин только если он вместе с хупой, да, вместе с хупой. А деньги, про которые он говорил, это деньги, которые даны без хупы, то есть это деньги, которые даны как кедрушин, да, которые, собственно, приводят к хируссин. А то, что ты говорил, что там не работает этот кальвохомер, то на самом деле он работает. Как он работает? Почему он работает? А вот как он работает. И раби Нахман Барыцкак, видите, нам помогает переводчик, говорит, что можно таким образом понять слова раби дебентейры и прочесть ту барайту, которую мы читали, несколько иначе. Как мы ее читаем? Давайте читаем, как предлагает нам раби Нахман Барыцкак. Он добавляет, да, что если мы возьмем вот эту самую хананейскую девушку, ее невозможно накормить трумой, нельзя накормить трумой, даже если Каэн ее овладеет с помощью хупы. Но здесь то, что нам предлагает Рабина Ахман Барыцкак, должно в принципе нас повергнуть в некое недоумение. Как можно поставить хупу с хананейской девушкой? Никак нельзя поставить хупу с хананейской девушкой. То есть теоретически можно, конечно, она не будет хупой, она не будет иметь значения хупы. А Раби Ахман Барыцкак говорит, что вот смотрите, цаханейскую девушку как не овладевай ей. Хочешь под хупу подведи, сделай хупу и овладей ею. Хочешь просто овладей. В общем не так не сяк, она на самом деле труму у тебя есть не будет. Почему? Потому что она не является женой этого самого Каэна, в том числе и с помощью хупы. А вот, например, если он ее купит, а деньги, пожалуйста, он ее купил и она ест труму как его собственность. Ну, тогда можно строить Кальва Хоммер. А эта девушка Шибиата Махилата Бетрума, а эта, которую Клавыак вместе с Хупой делает значит женой и тогда она ест труму, то тем более с помощью денег это должно произойти, а именно если он ей дает деньги во время кедушин, тогда она тоже может есть труму, коль скоро хаманейская рабыня с помощью денег ест труму. Ну, как я уже сказал, да, вот это предположение рабийца, которое мы с самого начала говорили о том, что невозможно такое, а здесь вот он ухитряется предложить именно такого рода вариант, хотя он в каком смысле является бессмысленным, но мы видели, что есть такие постановочные ситуации, до этого мы видели, да, вот этот АН, который овладевает там девушкой, или там человек, который овладевает девушкой, она в это время значит берет этот самый штар, или документ, или деньги кого-то другого и становится его женой, тогда, собственно говоря, она совершит их обоих нужно, то есть их близость является близостью запрещенной, тогда их, собственно говоря, нужно забивать камнями, а Талмуд на это как бы не обращает внимания, но так и здесь, о какой хупе может быть идти речь, ну вот и наш переводчик тоже, в который нет смысла, поскольку у рабыни нет ни с уеха, ну да, нет смысла, так какая же хупа, и как это можно сравнивать, тем не менее, тем не менее, раби Нахман Борицкак вот такого рода вариант нам предлагает, и тогда слова раби Иуды Бентейры, которые мы поняли, что кедушин с помощью полового акта сразу же является несуин, можно отменить и сказать, что нет, кедушин только с помощью хупы, то есть полового акта только тогда, когда он сопровождается хупой, или точнее, следует за хупой, после того, как молодые стоят под хупой, они уединяются, это их уединение, собственно говоря, есть сам половак, и вот в таком случае это действительно не стоит. Дальше все то же самое, то значит он говорит, что вот ты можешь построить, теперь он переиначивает барайту, как он ее переиначил, он переиначил ее только с добавлением вот этих слов, было хупа, это то, что он добавил барайту, что раби Иуда посылает Ханану бен Багбабу в такую телеграмму, что вот он Кальвахомер, хаманейская рабыня, да, здесь Афилу, Афилу, вот эти тоже слова, Афилу бы Алиадейхупа, ее невозможно накормить трумой, даже если близость сопровождается хупой, а деньги даже без всякой купы ее делают собственность украины, и тогда она ест труму. И тем самым получилось, что мы отвергли, по крайней мере, с точки зрения раби Нахмана Барыцхака, опровергли тот вывод, который мы сделали на основании Дабарайты, что раби Иуда Бентейра считает, что главы акт осуществляют извин. Я думаю, что вам должно быть сейчас немножко тяжело, да, вот так, или вот так, или вот так, и так далее, да, то есть то, что обычно, собственно говоря, мы часто сталкиваемся с такими тяжелыми моментами в Талмуде, они как бы переливают из пустоя в порожнее, что, собственно говоря, происходит непонятно, тем более, что вроде бы как, ну, вопрос-то все равно висит, да, то есть вопрос остается этим вопросом, зачем нам привели столько дополнительных сведений, и вот эту каверзную переписку Иуде Бентейра и Банбага, которые друг друга как бы прикалывают и при этом говорят о том, что мудрецы постановили, что то есть, ну, вот такой как бы круговорот нам устраивает Талмуд, в котором мы, ну, более-менее мы разобрались, да, но даже разобравшись, каждый раз случается ощущение, что, ну, даже если разобрался в логике вот этих, так сказать, построений, опровержений и так далее, непонятно все это зачем. У нас сегодня нет Марка, он обычно выполняет эту роль, он возмущается, в какой-то момент он вскипает, говорит, что чушь такое, что происходит, зачем все это, что, что они хотят. Ну, у нас спасение одно, да, мы, как бы, каждый раз пытаемся увидеть в этом, я пытаюсь увидеть в этом, да, вы можете со мной не соглашаться, я пытаюсь увидеть в этом некий, некую символику, которая определяет, собственно говоря, этот спор, и даже если он является спором неразрешенным, он, тем не менее, важен для установления тех или иных перспектив, перспектив не юридических, а перспектив символических, можно сказать, можно было бы пользоваться средневековой терминовой, не сказать, теологической, сакральной, путей развития сакральной истории. что у нас, собственно говоря, здесь происходит, когда нам предлагают сопоставление с вот этой самой хананейской рабыней, у нас до этого, как я уже говорил, была рабыня еврейская, у нас появлялась в других расследованиях, а здесь появляется рабыня хананейская, хананейская рабыня не еврейка, то есть если на уровне метафорическом, у нас ситуация какая, у нас ситуация народов мира, они не обязательно конечно хананейские, но и шеф-хак на они тут не обязательно хананейская, то есть она так называется, но вообще-то говоря, это любая значит рабыня, которая куплена, не еврейка просто, и это сопоставление, но с одной стороны, и про это мы уже говорили, с одной стороны это не что иное, как прояснение статуса возможного народа Израиля, народа Израиля в данный момент или народа Израиля в тот момент, когда была дарована Тора и после этого было совершено поклонение золотому тельцу, то есть в тот момент народ Израиля был помолвленной девушкой или девушкой уже замужней, это важно, это важно с точки зрения того, каким образом осознается вот эта драма, драма поклонения золотому тельцу, это драма этой помолвленной девушки или это драма замужней девушки, драма замужней девушки гораздо более серьезная, и тогда собственно говоря то, что произошло, оно в каком-то смысле отбрасывает скажем так нас гораздо дальше, нас народа Израиля отбрасывает гораздо дальше, нежели в том случае, если она была только помолвленной, и поэтому вопрос относительно того, половая близость и какого рода половая близость, печальная или завершенная, делает девушку замужней или нет, это вопрос, который является важным для того, чтобы понять как этот эпизод, эпизод поклонения золотому тельцу, так возможно и дальнейшие эпизоды еврейской истории, где возникает своеобразный так сказать конфликты скажем так между Богом и народом Израиля, на какой основе они возникают, они возникают на основе драмы супружеской или на основе драмы помолвки, то есть это помолвка прерванная, расторгнутая или задержанная или это бракоразводный процесс, это разные понимания того, что происходит с народом Израиля, как я уже сказал, в разные моменты встречи. А второй момент вот с этой самой хананейской рабыней это вопрос того, каким образом другие народы могут оказаться взаимоотношениями господин рабом, они тоже являются взаимоотношениями между Богом и народом Израиля, и вот могут ли другие народы находиться в этом отношении, то есть получается, что да, то есть вот они могут, свадьба или замужество даже с помощью хупы здесь отвергается, то есть на Ахмад Борис приводит эту парадоксальную историю в каком-то смысле, чтобы подчеркнуть, что хупа-то невозможна, почему это важно, что хупа невозможна или невозможна, но в силу понятной исторической уже для реалий, исторических реалий периода, которые творили сами мудрицы Талмуды, то есть имеется в виду христианская культура, христианская культура, где нет ни Элина, ни Иудея, это что, это новая жена, если это рабыня, ну, рабыня-рабыня, то есть рабынь может быть много, была ли здесь попытка какой-то свадьбы, было ли здесь овладение, была ли здесь близость, или вот это взаимоотношение между Богом и другими народами, оно является только взаимоотношением в режиме господин-раб, в каком другом режиме быть не может, по крайней мере такой вопрос как бы за этим может быть скрывается, несмотря на то, что ответа на него нет пока, как мы помним, следующая мишна как раз нам будет говорить о сначала рабе-евреи, потом рабе-неевреи и так далее, то есть сама по себе вот эта тема, которая здесь заявлена, если считать, что это так, то есть соглашаться с тем, что я говорю, то это тоже такая дополнительная тема, которая которая здесь играет свою роль и вот это сопоставление, сопоставление этой в данном случае помолвленной, мы видим, что это помолвленная девушка, это помолвленная девушка, она помолвлена, но можно считать с помощью полового акта, если с помощью полового акта, то она уже жена, тогда она не помолвлена, это мог бы нам сказать Рабиуда Бентейра, согласно предыдущей версии, а этот самый Бен Бакбак как бы его прикалывал, что, в общем, это не так, да, и постановления мудрецов, которые говорят, что Лох или Бетрума, да, теперь нам нужно попробовать осознать вот этот самый Ахилла Бетрума, что это такое Ахилла Бетрума. Ну, народ Израиля назван священником среди народа, да, то есть есть священники внутри народа Израиля, священники внутри народа Израиля едят в Труму, то есть у них есть некое особое приношение, то есть они не питаются так, как вроде бы обычные люди, да, или наряду с тем, что питаются, как обычные люди, они могут, конечно, яблоко съесть и так далее, но в принципе они едят Труму, то есть возвышенную, так сказать, пищу. И вот эта возвышенная пища, чтобы под этим не подразумевалось, да, она в каком-то смысле, ну, принадлежит народу Израиля. Любопытно то, что хамонейская рабыня ест, да, эту самую возвышенную пищу, если она приобретена. То есть вот этот режим господин раб, он позволяет, да, позволяет кормить, условно, да, опять же, чтобы под этим не подразумевалось, кормить этой самой возвышенной пищей и другие народы. А вот еврейский народ эту возвышенную пищу может есть только в статусе замужней женщины или, по рабееву губентери, даже помолвленной женщины. Мудрецы говорят только, если была хуба, то есть только замужная. Это постановление о мудрецов, да, которые настаивают на, в каком-то смысле настаивают на бракосочетании, а не помолвке. Вопросы. Почему рабееву губентери не приводят в Кальвахомер в случае с еврейской рабыней? Ведь она не ест руму, когда приобретается за деньги, как еврейский рабы в целом, а только в случае, если становится женой. Но поэтому он и не приводит, да, то есть, поэтому он и не приводит. Потому что там как раз не будет Кальвахомер, он приводит как раз с нееврейской рабыней, нееврейская рабыня за деньги. То есть он как бы отвлекается, я уже сказал, да, что этот Кальвахомер, он немножко странный, потому что, можно сказать, деньги деньгам розить. Одно дело деньги киндушины, другое дело деньги, как бы как приобретение товара. Но дело все в том, что, несмотря на то, что мы говорили, что деньги киндушины не совсем приобретение, тем не менее, получается, что рабиуда бентера говорит о том, что они, возможно, очень-очень похожи на приобретение, или, по крайней мере, рабиуда бентера так считает. Что есть, собственно говоря, в киндушин есть действительно акт приобретения. И в каком смысле, несмотря на то, что это звучит парадоксально, не парадоксально, это звучит как бы грубовато в наше время, то есть женщина покупается, так же, как рабыня. И вот рабиуда бентера на этом строит этот самый кальвахомер с еврейской рабыней. И понятно, что это не сработал кальвахомер, потому что еврейская рабыня, кроме всего прочего, может ей овладеть. Если он ей овладеет, еврейская рабыня там станет его женой, она будет ест трубу. Поэтому он приводит именно это. Да, это до исламов. А что? А исламов тоже интересовало народы мира? Нет. Да, ну да, Люба уже сама ответила. Ислама еще нет. А христианство, да, их интересовало. И полемика, скрытая полемика с христианством, не полемика с христианами как таковыми, а внутренний разговор о существовании христианства и его статусе, и взаимоотношений евреев с иудаизма, собственно говоря, с христианством, это на самом деле в очень многих местах Талмуда это прочитывается. Прочитывается, правда, с некоторым усилием, потому считается, что вроде в Талмуде почти ничего нет, кроме карикатурных зарисовок по поводу Ешу и так далее. Но на самом деле это присутствует, с моей точки зрения, в очень многих незаконах и просто рассуждениях. Да, Марин. Вот у меня вопрос такой по поводу Кальва Хомер, хочу уточнить. Вот Раби Йуда бен Петера, он же задал вопрос Раби Йоханану бен Баглагу, он говорит, а разве ты не можешь построить такой Кальва Хомер вот от хананейской рабыни до еврейской невесты? Ну вот разве он, вот Раби Йоханан не мог ему ответить? Ну давай мы построим тогда Кальва Хомер от нееврейской рабыни к еврейской рабыни. И поскольку мы знаем, что по Аллахе это не работает, так может быть твой пример тоже не работает. То есть такое возражение не может быть через еврейскую рабыню? Ну нет, то есть потому что собственно говоря он и привел нееврейскую рабыню, чтобы построить Кальва Хомер. То есть он не обязательно должен не противоречить другим Аллаху Кальва Хомер? Ну да, нет, вот он построил такой Кальва Хомер. Мы видели подобные же Кальва Хомеры и до этого. Когда нам говорили про Ивама, например, которая вот так, та, которая не является Ивамой, вот сяк и так далее. И все эти сравнения, они в общем на первый взгляд казались довольно странными. Но опровергнуть Кальва Хомер за счет привидения просто другого случая невозможно. То есть можно сказать, что здесь нет Кальва Хомера и собственно говоря это как раз Талмуд и говорил, что подожди, о каком случае идет речь? Как ты построишь этот Кальва Хомер? Пришли к выводу, что Кальва Хомер, ну как-то он может работать только в том случае, если у тебя речь идет про половой акт без хупы и деньги без хупы. Тогда можно, потому что деньги, значит половой акт работает, работает без хупы с точки зрения раби и у дебен-тыры. Она может есть труба, может есть труба. А у хананейской рабы нет, не работает, не работает. А деньги работают у хананейской рабы, не работают. А тогда у этой девушки, она тем более должна работать, потому что у нее еще работает и вот это. Если я приведу пример, так сказать, еврейской рабыни, то естественно, что все рассыпается. Но так как он скажет, я поэтому и не привел еврейскую рабыню. Понятно. Спасибо. Ну, такой вопрос, если слышно. Меня слышно? Да. Почему речь идет о трехлетней девочке? Какое-то имеет значение, собственно говоря, не половозрелой девушке. Ну, в прошлый раз я пытался что-то такое сказать. У меня в символике тоже это усложняет все. То есть непонятно, зачем она. Ну да, это не очень понятно. Она не может принять это. Сейчас речь не идет о ней. То есть это наше прошлое занятие. В прошлом занятии у нас речь шла про трехлетнюю девочку. Но я попытался что-то сказать по этому поводу. Хотя, в общем, удовлетворительного ответа у меня нет. То есть здесь есть некий, ну вот, например, отсылка к рифке, да, или вообще три, как символика какая-то. Ну да, у меня лучшего ответа у меня нет. Но сейчас вот все, что мы сегодня читали, речь идет не про трехлетнюю девочку. И вот когда говорится, значит, о половом акте, значит, как это влияет на ребятцы, где не Русин и не Суин, то есть имеется в виду, какой именно половой акт, или это не имеет значения? Ну, в данном случае они не рассуждают об этом. То есть у нас были рассуждения до этого, какого рода половая акт делает ее там и так далее. Здесь эта тема не затрагивается. То есть в разговоре между Банбагом, Хаману Банбагом и Раби Удайбентерой, вроде бы этот вопрос не встает. Они не спрашивают, какого рода. Но по умолчанию он нормальный, обычный сайте. Ну, хорошо, спасибо. Да, Илья. Я Эмилю хочу ответить. Я после прошлого урока немного посмотрел, какие есть комментарии на этот счет, и такой вывод сделал, может быть, он поверхностный, что многие комментаторы и по поводу Торы говорят, что это символизм, то есть там же система вычислений, там же прямо не говорится, что ей было три года. Не говорится, да. Да, по формуле. И я так понял, что как бы вот в Талмуде тоже вот эту, как бы взято за основу, что в Торе символизм, и перенесен сюда. То есть по умолчанию считается, что ей, может быть, три, не три, но в любом случае там какое-то вычисление, которое носит символический характер. О том, что она, ну, чтобы показать, что она девочка точная или там другие причины. Но в любом случае как будто бы взят этот принцип символизма и перенесен сюда. Ну, я вот такое вот для себя сделал. Ну, мне тоже так кажется, что это так. Но, тем не менее, это как бы не очень у нас небольшое количество оснований, так сказать, для того, чтобы это сказать. То есть это некая все равно остается догадка, гипотеза и так далее. Доказать это довольно сложно, по крайней мере, исходя из тех текстов, которые мы читаем. Может быть, мне, по крайней мере, они неизвестны. Может быть, и можно встретить в Талмуде где-то какие-то фрагменты, которые, так сказать, подтвердят или опровергнут эту гипотезу. Но то, что здесь вкладывается какой-то символизм, мне кажется более-менее очевидным. Какой? Это вопрос. То есть не всегда я, по крайней мере, могу точно сказать, что здесь такой символизм, а не иной. Например, вот то, что я сейчас говорил про вот это соотношение между народом Израиля и другими народами, это как раз символизм, который у нас будет подтвердаться в этом трактате многократный. И поэтому я его уверенно, так сказать, артикулирую. Потому что это будет встречаться еще и еще раз. И мы со всех сторон увидим, что именно об этом идет речь. А вот с трехлетней девочкой нет. И поэтому нужно либо найти какие-то еще источники, либо удовлетвориться такой вот неподтвержденной гипотезой. Ну хорошо, мы немножко ослабили напряжение, вызванное переливанием из пустового порожня, которое устроил нам Талмуд. И дальше Талмуд переходит к тому, чтобы выявить причину постановления мудрецов. Здесь опять довольно большой эти комментарии. Причина их постановления – запрет Улы. Ну давайте прочитаем его. Он предваряет опять же то, что последует за этим. Видимо, как бы облегчая читателю дальнейшее чтение. Запрет объясняется тем, что пока Руса находится до Хупы в доме своего отца, возможно, нальют ей стакан вина, сделанного из трумы. И она даст выпить из него своим братьям и сестрам, которым трума запрещена. Они не Каэна и не члены семьи Каэна. И поэтому мудрецы утвердили запрет Улы, Русе нельзя есть и пить труму, пока не переедет в дом мужа Каэна. То есть вот этот самый запрет Улы, он связан с неким опасением, опасением, что по неволе, по ошибке, еще как-то эта девушка может скормить труму или дать выпить вино, которое является особым, тем, кому это делать нельзя. Потому что она находится в доме отца. Ну, хорошо. Значит, давайте мы почитаем сам Талмуд. Мишун де Ула. То есть в Талмуде просто сказано Мишун де Ула. Ула неизвестно. Давайте я посмотрю, что пишут Раши. Раши, в общем, пишут как раз то, что привел наш переводчик. Он говорит о том, что Де Амринен Берей Шпиркин Гей Алю. Смачали нашей главы. Шэма имзывула косбы вейтави. Виташкэй ля хияу ля охота. И, может быть, ей нальет. И она, в общем, все то, что сказал нам комментатор. Ну, хорошо. А что же тогда Бен Багбак? Что же он на это самое прикалывался? У Бен Багбак. Габейши в хак на они. Лоша эрбекинена. Гаха шеербекинена. А, Бе Йоханн Бен Багбак считает, что дочь простого еврея, помолвенная с Кэном, не ест руму даже по закону Торы. И не согласен, что закон для Арусы Каэна можно вывести по принципу тем более из закона о ханаанской рабыне. Почему? Потому что по поводу ханаанской рабыни, можно сказать, после того, как Каэн купил ее деньгами, лоша эрбекинена. Не осталось ничего в том, чтобы ее купить. То есть не осталось, нам пишут здесь, не осталось никаких добавочных действий для ее приобретения. Она уже принадлежит Каэну полностью. Но здесь, в случае посвящения дочери простого еврея при помощи денег, шеербекинена остались какие-то добавочные действия, которые он должен совершить, чтобы ее окончательно приобрести. Ну вот хупа, например, то есть это пока помолвка, которая должна завершиться несунимым. И поэтому Бен Бакбак говорит о том, что здесь их сравнивать нельзя. Там это самое приобретение осуществляется разом. Опс, дал деньги, все. А в случае помолвки или кедушин с еврейской девушкой, даже если ты дал деньги, это еще не полное приобретение. Мы понимаем, что неполное приобретение, смотря с какой точки зрения, с точки зрения какого рода законов мы рассматриваем это приобретение. Потому что, например, с точки зрения закона о половой связи с другим мужчиной, как раз оно является как бы полным приобретением. Потому что они оба наказываются, если дело происходило в городе, они оба наказываются смертной казнию, как мы видели. А если она еще не его жена, то зачем же наказывать смертную казнию? Значит, она его, в определенном смысле, она уже его полное приобретение. Она отделена для него с помощью кедушин. Но с точки зрения других законов, многое закона о поедании трумы, если она выходит замуж за края, это не полное приобретение. С точки зрения вот этого Бен-Баг-Бага. А Равина говорит, он говорит иначе. Он говорит, что даже для Йохана Бен-Бага было очевидно, что по Торе, да, Руса, то есть помолвленная девушка, может есть труму до хупы. Умиды раба нан, гуды шалахи. И он на самом деле прикалывал раби-воду бен-Тейра с точки зрения вот этой самой концепции мудрецов, которые запретили. Йоханан Бен-Баг-Баг послал передать ему Есть труму и нет опасения симпона. Это совершенно другое уже объяснение, да. Это с точки зрения Равины вот эта СМС Бен-Баг-Бага была дополнена еще словами «вы лохайшинан ли симпон». А симпон – это такое греческое слово, которое означает некую причину для отмены сделки. Ну, этот симпон может быть в чем угодно, да. То есть этот симпон может быть… Вот я купил телевизор, принес домой, на самом деле у него не работает там проотмечатель, еще что-то – это симпон для того, чтобы вернуть этот телевизор обратно. Точно так же и в случае Кедушин, что есть как бы нечто, что может отменить сделку. И вот тогда с точки зрения Равины теперь диалог Раби Иуда Бен-Тейры и Лоханана Бен-Баг-Бага он такой. Ему Раби Иуда посылает «А ты разве так не считаешь?» Ну, и дальше то же самое, что было. Мухзакани Бехаша, Ата, Баки, Бехадрей Турали, Дрожь бы Кальвахомер. И Ата Йодеа, Умашев Хакнаанин, Ченбе Ата, Махила Бетрума. Каспама Ахилата Бетрума, Вилохайшинан Лисимпон, Дрожь добавляет. То есть все тот же самый Кальвахомер с этой самой хаманейской рабыней. И там мы не сомневаемся, у нас нет опасений, что будет какая-то отмена сделки. Ну, тем более с еврейской девушкой, что же нам опасаться? И половой акт является тем, что позволяет ей есть Труму. Ну, и тогда понятно, что и деньги должны тоже позволять ей есть Труму, если с помощью денег осуществляется Кедушин. И Вилло Анейхушли Симпон. И нет опасений о Симпоне. И отсюда, вот, Тараш уже комментирует так, и отсюда из слов Раби Уды Бентера мы видим, что по его мнению запрета этой девушке есть Труму установлены мудрецами не из-за Симпона. То есть у нас была одна причина. Одна причина – это что? Причина, что она накормит, напоит Трумой своих братьев или сестер или отца, которые не являются членами семьи Каэна. И это была одна причина, почему Улла так сказал, что это причина того, почему мудрецы постановили, что она не может есть Труму, несмотря на то, что изначально по закону Тура она может есть Труму. А теперь у нас Равина предлагает прочесть переписку этих двух деятелей несколько иначе. И там появляется этот самый Симпон отмена сделки. Бен Бак-Бак говорит о том, что она не ест Труму, потому что может быть вот этот Симпон отмена. И Раби Уда Бентера продолжил. Валь Маэсэ Видите, что здесь наш переводчик, вот эти слова, что я могу сделать, если мудрецы постановили, теперь эти слова относятся к Раби Уда Бентере, хотя там это были слова в первом варианте, это были слова Раби Йоханова, что делать, что мудрецы постановили, что помолвленная девушка не может есть Труму, пока не войдет под Хупу. Мишун де Ула. Они установили это согласно тому самому запрету, который предложил Ула. А Ула предложил запрет другой, что она накормит кого-то и так далее. Ури, а у меня такой вопрос, что-то я не понимаю с Трумой. Она же не в доме Каэна, она еще не его жена, так? Про это и вопрос. Где она Труму эту возьмет? Про это и вопрос. Она жена или... Где она Труму берет? Где она ее берет? Он ее посылки посылает Каэну? Да, например, посылки посылает. А она из этих посылок брату будет давать? Да, он послал ей бутылочку вина, да, Трума такая, он говорит. Это какое-то что-то как-то мне не ясно. Другое дело, в общем, есть Труму в доме отца, которая принадлежит Каэну. Как-то очень странно это обсуждает, на мой взгляд. Может, неправильно. Ну да, не, но странно у нас же все странно, все остальное не странно, только это странно. Здесь странно все более-менее, то есть нам все время приводят очень странные случаи. Ну вот, в частности такой, да, то есть если она его жена, то теоретически она может есть Труму. Это само собой. Да. Она ж дома у него... Но мудрецы говорят нет, Вула говорит нет, ни в коем случае мы даже теоретически не разрешим. Почему? Потому что вдруг возникнет такой вот случай. Он послал действительно посылку. То есть если брат к ним в гости придет, а она жена... То есть, не, ну это глупый вопрос, это понятно, что они не могут есть Труму. Ну да. Родственники ее не могут есть Труму. Не могут есть Труму. Она еще непривычная к этим законам. Там если родственники придут в дом Каэна, там все строго. А если ей пришлют посылку, она открывает посылку, там венцо, там еще что-то такое. Брату налила. А вот еще знаешь, какой вопрос? Вот если он берет к Нанейскую девушку, так? Да. А она, например, может есть, как рабыня, она может есть Труму. Да. А если он ее берет с Жоной, то она делает гиюр автоматом? Ну в том-то и дело, он не может ее взять с Жоной. Если она, если он делает ей гиюр, то это уже еврейская девушка, а не хаманейская. Подожди, но, то есть она ест Труму и не становится его женой? Она ест Труму просто как рабыня. Да, все рабы едят Труму. Это само собой, это понятно. А сколько бы он ею не овладевал, это, в общем, не очень правильно и запрещено, там, и так далее, и так далее. Ну здесь нам говорят, что вдруг он, значит, позарился на эту хаманейскую девушку и овладел ею. Ну. Да, но он, нет, если она рабыня, она как рабыня продолжает есть. А если это не была рабыня, а просто хаманейская девушка. Если она рабыня, он ее дальше берет себе или для своего сына, то она в комаде... Для того, чтобы взять для сына, он должен сначала сделать их гьюр, а тогда она уже еврейская девушка. А гьюр делается уже каким-то другим обрядовым способом. Ну, другим, да, то есть с помощью полового акта гьюр не сделается, если это... следует... То есть это... Тут уже это не работает. Не работает, не сын, ага. Нет, ни сын, ни сам, никак. Нам даже стали, может, хупу поставить, но хупу поставить, в смысле, не будет работать. А что, гьюр делает ее полностью еврейкой? Спасибо. То есть, что Коэн должен жениться только на девушке своего народа? Ну, это как бы тогда уже отдельный, отдельный вопрос. Может ли Коэн жениться на гьюр? Это как бы отдельный вопрос. А в самой Тори, по крайней мере, ничего не сказано про гьюр, да, то есть... ээээээ... Я, Ури, не слышу. А кто-то его слышит? Я тоже не слышу. Секунду, я сразу запись. Ну, хорошо, я не знаю, чего не слышали. Теперь мне сложно сказать. Ну, значит, у нас здесь что происходит дальше? Дальше концовка как бы вот этого всего фрагмента, который мы сегодня читали. Значит, у нас есть две причины, по которым девушка помолвленная не ест трубу. Одна – это то, что она может своих родственников напоить, накормить. А другая – что есть вот этот самый симпон, который, может быть, может отменить. И про это как раз говорится. А что же с Йоханом Бенбагбагом, который считает, что Руси запрещено есть трубу и запасение симпона. Для него тот факт, что мудрецы не опасались симпона в случае холонейской рапыни, не является доказательством. Симпон бы о Вадим лейтли. Он говорит, нету симпона, то есть нет отмены сделки в отношении рабов. Почему? Ну, потому что не бывает, чтобы у раба обнаружился изъян, в результате чего купивший его человека имел бы право заявить, что его покупка ошибочна. А вот девушкой, которая берет, значит, человек в жону, то может оказаться симпон. Какой симпон? Ну, да, пояснилось, что она, например, гермафродит. Это симпон для того, чтобы сказать, что на самом деле кедушин не имеют силы и так далее. Ну, дальше Гемара поясняет. Имел меньший бегалуй. Почему, собственно говоря, вот эти самые рабы, их покупка неотменима в каком смысле. Потому что если говорить об опасении, что у раба обнаружены открытые изъяны, в этом нет смысла. Потому что если обнаружил, покупаешь с изъяном, значит, ты знаешь про изъян. То есть ты видел этот изъян. А если говорить о скрытых изъянах, то тогда, собственно говоря, у них, ну, хозяину нет дела до вот этих самых скрытых изъянов. А что такое скрытые изъяны? Они, скрытые изъяны, не могут помешать работе. То есть человек, а руки на месте, мага на месте и так далее, он просто нервный немного или сумасшедший, то это как бы вроде бы не должно мешать. Потому что он взят для работы. Но если он обнаружит изъян другого рода, не телесного рода, немца ганав, окуб ястус, вор или похититель людей, то тогда, собственно говоря, здесь все равно нет симпона. Почему? Потому что раб принадлежит ему, и хозяин не может отменить покупку, потому что обычные рабы, как правило, воры и покупателям это их качество известно. Ну, такой комментарий Раши. Но можно понять это иначе. Ну, приобрел, приобрел. Да, кого приобрел, значит, того и приобрел. Это не является причиной отмены сделки. Ну, можно еще говорить, например, опасение, что купленный раб окажется вооруженным бандитом или приговоренным к смерти. про такого рода людей всегда есть молва, и поэтому тот, кто их покупает, несомненно, эту молву услышал, а значит, изначально согласен на покупку. То есть тоже аргументы, ну, так себе, да, то есть по сути дела нам говорят о том, что отмены сделки при покупке раба не может быть. Ну, Егемара задает последний вопрос по поводу спора между вот этим Йохананом, Бенбагом и Рабиудой Бентерой. Всяком случае, как для одного, так и для другого, вот эта самая помолвленная девушка не может есть трому, пока не встала под купу. И спор шел лишь о том, какая причина заставила мудрецов принять такое постановление. Рабиудой Бентерой говорит, что, видимо, это ула, а Йохананан Бенбаг-Баг говорит, что это из-за опасения Симпона. Ну, хорошо, а если так, то Майб-Инай, ну и какая разница на практике между этими двумя мнениями. Ну, и дальше нам приводится вот это различие. И Кабы-Инайу, три случая, три случая, и они обозначены здесь как своего рода амонимический ряд. Кибель, Масар, Вегалах. А именно, то есть, например, если человек, который девушку посвящает себе, он дает обязательство не отменять кедушин задним числом, даже если обнаружатся изъяны, тогда Симпом не работает, и поэтому она может есть трубу еще до хупы. А тот, кто говорит, что она накормит кого-то, не может. По мнению мудрецов. То есть, если отец передал, по-моему, дочь посланца вот этого жениха, и та пошла с ними, и все еще не вошла в дом мужа Каэна, тогда в этом случае нет опасения, что она даст стакан вина своему брату, если она уже идет в дом своего мужа и не находится в доме своего отца. А Симпон, как бы, отмена тогда остается. Вот разница между этими двумя мнениями. Или еще один случай, если пошел посланец отца вместе с посланцем мужа, которых тот послал за невестой. В этом случае детали закона по двум мнениям такие же, как и в предыдущем пункте. То есть, а именно, если речь идет про Симпон, то Симпон работает, а то, что она кого-то там накормит, вроде бы нет. Ну вот на этом я немножко, как бы, скороговоркой закончил, что просто у нас была картина совершенная, да, вот этого спора, спора Раби Йоханна, Бен Багбага и Раби Уда Бен Птейра. Может быть, мы в следующий раз немножко вернемся, и какие-то детали здесь более подробно проговорим. Но так или иначе, на этом заканчивается вот этот рассуждение относительно того, каким образом с помощью полового акта приобретается женщина или становится мекудешик, помолвленной, а дальше Мишна переходит к другой теме, к теме количества денег, было сказано с помощью денег, а вот какое количество денег, там дальше будет спор, и он довольно такой технический, нам, наверное, придется даже сделать какую-то табличку с этими разными монетками и так далее, потому что там этот спор, он ведется относительно стоимости тех или иных монет и так далее. довольно такой технический спор. Это то, что нас ожидает в дальнейшем. Ну, как я уже сказал, мы, может быть, в следующий раз попробуем вернуться немножко к вот этому спору и какие-то моменты в нем прояснить. Ну, еще один важный момент, это то, что на следующей неделе я не смогу выйти в эфир, поэтому наше следующее занятие будет через вторник, на следующий вторник, а через вторник. Все там у нас какое число будет? Двенадцатый, да? Нет. Или да? Да. Не пятого, а двенадцатого. Как еще раз? Можешь еще раз сказать? Да, да. На следующей неделе меня не будет. Окей. А двенадцатого я думаю. Ну, хорошо. Все. Это техническая вещь. Двенадцатого числа я, по идее, не в Израиле. А в Грузии? Ну, ближе к делу посмотрим. Окей? Все. Я не поняла, Ури, пятого не будет или двенадцатого? Пятого не будет. Сейчас. Пятого не будет, но правильно. Двенадцатого будет? Да. Но правильно, правильно. Тем, кто не в группе в Телеграме, таки да, в нее вступиться. Могу сейчас в чате вплеить этот самый линк, и все объявления и записи, они там. Поэтому это самое правильное место для того, чтобы быть науткан, а именно получать достоверную информацию об этом курсе, скажем так. Окей? Я вклеил в чат, пожалуйста. Те, кто еще не там, нажмите и присоединяйтесь. Окей? Спасибо, спасибо за урок. Да, хорошо. Спасибо. Всем счастливо. Спасибо. Всем счастливо. Спасибо за субтитры, и всем, кто с удовольствием. Пока-пока. Пока-пока.